я вам доверяю поехали и шорты еще кстати есть у нас вы правы да 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 я только еще да еще еще из пальца повысаться фары слепит заставка просто мощь были сильнейших бьет все рейтинги вы кумиры или кого блять вы кумиры просто блять есть очень много вопросов это ваша первое совместное интервью да да спасибо что пришли хуй на они же мошенники да не же экстрасенсы значит хуй на что пригласил вот этого знаю слева бля где-то видел его короче морду его спросили у наших зрителей знают ли они кто такие александр и олег шепс да всем похуй я уверен что они ответили хотя не там александр и олег шепс брать акробаты 1 6 миллионов о мое левое ухо ваще кайфуча они поют фанатка это неудивительно потому что у вас огромная фан-база предлагаю не откладывать долгий ящик секунду секунду да блять сейчас все чат на первый вопрос раньше только у королей были свои маги а сейчас же у каждой 2 девочки есть свой личный таро носки мнение скип не будет скорее всего здесь прям будет жестко в наше время есть тренд скажите на местицизм есть да не просто есть мне кажется она всегда была причем она так шагом в линзах сидит нигде если падает поднимается бля ну морда у нее такая да вот я конечно не лукис но и что-то такое прям у нее хитрое такое история в принципе интересы людей с интересом людей люди всегда тянутся к чему-то чего не могут объяснить просто так это всегда вызывает чему хуй моему я читал одну статью интересную что почему допустим швеции они так сильно популярна там гадание таро и что подобное потому что дару какая-то большая уверенность завтрашнем дне то есть люди которые пережили дефолт кризисы какой-то помощи свыше и молодцы молодцы они нуждаются свыше мне кажется они там контакт хороший наладили так наладить что он всегда с нами есть мы рождаемся с этим самое интересное что человек всегда рождается уже со способностями все в процессе происходит я вот например никогда не беру смотреть детей там до семи лет это чего блять что ты имеешь ввиду но подъяснить сиди до тори fox впаривает блин до семи лет детей не смотришь где не смотришь блять слышишь на под защитой высших сил происходит ебать ребята ладно 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 это интересно чем будет мясо а типа восемь лет все уже высшие силы таки да пошел он нахуй да то есть высшие силы такие ребенок рождается таки бля надо его ограждать уже малюткой ему восемь лет становится таки да пошел он нахуй пусть хоть блять ну вы поняли короче понял закон вселенной тогда вот это должно было быть все остальное перешагнул этот порог ты уже делаешь сознательный выбор порог это блять тоже точно ты занимаешься вот че я хотел сказать или нет отпускаешь ты это или развиваешь и принеслась можно кстати наблюдать с детьми вот как раз 10 лет монтаж бомбах тяга и это может быть отражением их прошлого чему у них тяга блять отвечай на вопрос к игрушкам почему-то а если у меня тяга к игрушка отражение прошлое не просто проекта сейчас дело даже не в том что популярность именно сейчас то что люди наконец-таки может быть увидели нечто большее но только что я не скажу естественно через там не знаю лет 10 это будет в популярности а потом у людей популярность поменяется на что-то иное все волнами снимите линзы это просто позорище если мы говорим про проект конкретно то все ждали когда сойдутся уже победителя вот это произошло куда сыграть вы что вместе пацаны мне это не против конечно такая битва а ты за кого больше валяешь из вас а я как теперь у меня как-то право и левая красная если собрешь узнаем помоги не давайте двигаться дальше я о ирка блять но смешила блять о и да блять я думаю ира галича перепутал и дидко и дико же дико ида галя никогда не думал ида это сокращенно от чего-то блять или чё дипломатия посмотрим еще не вопрос который касается ирка разница все да ладно одну букву перепутал зачем вам на телевизор вам это экстрасенсам да то есть есть какая-то миссия помогать людям сами об этом часто говорите что казать нечто идол идиллия да ты чё идиллия ну она красиво ими у неё лана большая в какой-то момент может быть это звучит пафосно как-то вот знаете там с таким ну может быть да ладно мы же понимаешь что мы все скромные люди но ложный но это не так в какой-то определенный момент когда ты смотришь и понимаешь что это в твоих регалиях да ты можешь это регалиях блин и этого не что за слово регалия блин ты начинаешь разрушаться и через экран еще на можно принести мысль очень важно донести до людей о том что магия она вокруг нас она внутри вас самих если прям совсем мы точно не наем мы не мы не приходим в телевизор просто наебывать людей мы реально это магия то это мы оружие в руках бога какое оружие выберет себе бог это очень ну как бы разные вещи топором можно деревья нарубить да там дров печку затопить деревья нарубить дров москву затопить вот и инструменты получается так сейчас ляпнул что у каждого человека есть но ложкой тоже по идее можно убить чем угодно понятно что у него сильно развитые каждого абсолютно у меня у каждого абсолютно вопрос я недавно была на футболе тихо совсем бля и сделала пять ставок я ничего не понимаю футболе но у меня все пять сыграли это какой-то талант или это просто какая-то фортуна интуиция сто процентов сработала хотя ты сама как вот считаешь ты сама я ты да ты как мне кажется что у меня хорошо развита интуиция ты долго думала когда ставим нет вообще вот первая мысль она всегда верная которая вот мелькает как молния у тебя в голове когда ты уже начинаешь думать подключу дома нам это скажет логику и появляются сомнения и скорее всего ты ошибешься когда сомнений нет и ты вот там с ходу это ощущение то есть интуиция то есть чувствуешь ебать блять я тут думаю что вот реально что происходит блять современным миром у реально жить ну с медикой блять реально эти экстрасенсы они повылазили везде блять и очевидно они платят всем деньги и помните помните когда я дима масленникова разъебывал за то что у него экстрасенс был в его шоу это ну это примерно тот период когда начались экстрасенсы везде вылазить блять и теперь скажите что это не но не было рекламы это была реклама они платят всем подряд и не не платят деньги блять дима масленникова прикиньте блять они сколько зарабатывает это просто пиздец блять как я распознать что прямо сейчас я это и платит блять и дыкали блять бля еду галич реально всегда нахваливал вот отвечая всегда нахвану не вроде бы да она не участвовала с наебами вроде что такое было с ивлеев ругалась что он что ивлеева типа делает наебы до всяким а может она сама такая хуй знает но я не видел чтобы она кого-то наёбывала и у нее клипы классные были форматы классные нахваливал типа как инфлюенсер но после этого конечно это реально и до калич были не сомневаешься в себе и веришь в этом даже если на какое-то мгновение ты допускаешь какое-то сомнение ты должен его искоренить в тот момент когда ты привели она сама и верит в экстрасенсов ебать что ты делаешь ну грубо говоря да идешь по воде иди ну иди попробуй нахуй иди блин так интересно интересно блять что впарил еще какое-то мгновение ты допускаешь какое-то сомнение ты должен его искоренить в тот момент когда ты это привелишь когда ты что-то делаешь ну грубо говоря да иди идешь по воде иди ну иди попробуй пройдешь блин на приколе короче интересно я теперь буду более внимательно к себе потому что часто вот да она не верит нихуя да и заплатили денег блять я вам серьезно говорю она просто говорит что верит блять ты чувствуешь что что-то не так да вида на зарафлила посмотреть она зарафли он сначала зарафлил смотри попробуй цари зарафлил смотри и она зарафлили блять сто процентов деньги были заплатили на буду более внимательно как интересно потому что часто вот мой как интересно чувствуешь то что-то не так или что-то не то это какая-то внутренняя интуиция или это все-таки это может быть совокупность всего и твоя внутренняя интуиция то что тебя берегут как интересно интересно я так обожаю все это клянусь что деньги блять которые они тебя платят нахуй типы который бабушек наебали на миллионы долларов нахуй на квартиры и тебе принесли блять деньги эти интересные блин чё хреничу популярности там где популярность там всегда хай вот так блять да 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 даже вот таких святых людей вы есть хейтеры представлять о чем эти есть многое разоблачение экстрасенсов как вы к этому относитесь классно можно я сразу бля хуена вообще бля спасибо тебе большой за ответ были вот это реально в блять у меня теперь нет сомнений что вы настоящий маги колдуны бляжа вот по поводу как относится ну класс разоблачение есть про тех людей кто делает эти разоблачения они преподносят это так что вот они такие хорошие 2 они же такие же плохие якобы открывают людям глаза но вы же когда-то вот вы которые разоблачение делаете на экстрасенсы но вы же когда-то в жизни ошибались правильно же блять вот и всем ну все вы как вы как можете нам предъявлять что мы плохие люди если вы где-то в жизни наверняка же нет нет уже идеальных людей правильно вы же наверняка где-то ты в жизни где-то как-то вот может быть в детстве что-то украли ли еще соврали ну все как можно осуждать из вот таких на каких-то там своих тех же самых предубеждениях или там вот расследования какие-то проводят но делается это вот мотивация в чем для того чтобы открыть глаза людям якобы открыть для того чтобы показать вот какое крутой смотрите я сейчас разоблачу там экстрасенсов и ясно к этому относиться я слышал про этого человека он крутой разоблачил это строительство вы не злите нет нет реально вот кто разблочил экстрасенсам уважаем были очень круто не злишься еще раз говорю за этим наблюдаешь как за само собой собой разумеющиеся этого ожидаешь в любом случае вот как ты сейчас блять они бред несут просто нахуй они просто хуйню несу они связанный бред несут были просто послушайте эту хуйню еще для того чтобы показать вот предубеждение зарезали блять облачение но и сейчас все нахуй вот нахуй вы мне этих нахуй вы мне этих экстрасенсов показали я сейчас их задрочу до смерти были а сразу не буквально не экстрасенсов как и к этому относитесь классно блять я сразу скажу конечно скажи только сразу блюдо разоблачение про тех людей кто делает эти разоблачения они преподносят это так что вот они такие хорошие они такие хорошие открывают якобы открывают людям глаза якобы основываясь на каких-то там своих тех же самых предубеждениях или там вот расследование какие-то проводят но делается это вот мотивация в чем не для того чтобы открыть глаза людям якобы открыть а для того чтобы показать вот какое крутой смотрите я сейчас разоблачу не а если а если он а если он реально вот открыл людям глаза реально ну то есть он хотел быть и крутым и открыть людям глаза то как это там экстрасенсов то все типа не канает уже блять и ну как этому относиться забавно смотреть на их попытки не злитесь нет нет на это уже не злишься еще раз говорю за этим наблюдаешь как за само собой разумеющий этого ожидаешь в любом случае собака line караван идет ну будьте готовы к хейту ну и мы готовы к хейту но но человек который попал к нам на битву я тоже не устану это повторять везде и всюду и своими глазами у тебя битва знаешь какая будет с писюном сокамерников нахуй когда тебя посадят блять за твои деяния за то что наебываешь людей блять это будет битва века нахуй ты проиграешь сто процентов блять очень эротично наряд выбрала хорошей как ты его назвала черная дыра я и я относительно души его спасибо ребята я не могу дело в том что приходили на разоблачение эти видео бывшие экстрасенсы которые участвовали в этом шоу и рассказывали что что подсказывали говорили как вы к такому относитесь как можно объяснить вот ты гоним подан кто знает что такое монтаж и что с помощью монтажа как можно вставить слова вырваны из контекста в 1 да да то есть вот вот допустим того же соболева на которой постоянно ссылай бориса соболева вот вот этот момент где к нему подходят в очках вот этот звезда из битвы экстрасенсы говорит пожалуйста подскажите в каком багажнике лежит человек вы же хотите шоу шоу хотите ну вот так чтобы вас рейтинги были такие как будто прям если вы хотите крутой шоу то вам нужно сказать каком он багажнике лежит это как вот они смонтировали блять вот реально а что из чего это нарезано блять одним катом интересно блять интервью в другое интервью и так далее слепить какой сладкий пиздёй ну какой он сладкий самый мерзкий пиздёж это вообще блять захочешь самое интересное что потом когда встречаешься с этими экстрасенсами и смотришь на них и спрашиваешь ты действительно давал такое интервью а он на себя смотрится ужасом говорит я никогда в жизни этого не говорил даже не об этом говорила сеть были меня интервью брали не об этом вот это становится чудовищным а потом когда узнаешь что это еще и заказнул вот так вот ребята блять а я блять простите сразу а как подумайте кому могли не пытается ну либо еще ребята которые например пытаются пройти кастинг и не проходит из-за своей обиды личные личные обиды борис соболев блять кастинг пытался пройти в том что везде подстал вас это сильно грубо говоря не как нет 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 чего блять человек который побывал у нас на съемках который увидел реально это воочию он уже никогда не с чем и что увидев ау испутает вот попробуйте приехать да вот в ту деревню в которой мы были вот сейчас до последний попробуйте уехать на серии на которой закончился сезон ну спросите их там кого-нибудь после куриного дождя чудо это или нет куриного дождя ну дождь грамм был град я знаю за куриный дождь куриный дождь куриный дождь блять шизики ёбаный блять я тоже не здорово я не понимаю на свайте чтобы я надо хотя бы приехать к нам посмотреть на участник куда блять они и домой зовут есть же артисты которые снимаются не езжай я бы не доверял бы мужики которые взрослые мужики которые в линзы ходят блять цветных я в жизни не доверил блики стрекс часто много попаданий вот была угрыгана бузова про нее тоже как раз у меня было увидели много чего что потом исполнилось в ее жизни случилось и другие же артисты тоже видят и связи с этим у нас есть вопрос важный давай олег и саша вам обречался кто-нибудь шоу бизнеса за помощью то есть не в рамках какую шоу девочка вообще вставки а как вы думаете дрейком да да с дрейком знакомый пили шампанское но об этом мы расскажем потом а еще я был у африканского лидера у меня стрелял бы на любом случае не получится это знаете так же как и у доктора уже рассказывает мы не будем но вы точно все знаете а уж галочку ставим есть не пиздёшь блять чем точно не пиздёшь товарищи звезды шоу-бизнес вообще нельзя никогда это больше какие-то какой же уебище просто блять не ну не лють наху просто уебище блины и драмы либо финансовые потери финансовое благополучие в какую сторону наших звезд ты больше ты знаешь мне кажется их больше уносит наверное в сторону из от их ну типа у него многое было реки вот так я тебе скажу то что я вот тактины пишу сейчас не то что общение со своими раскрытие своего внутреннего магического потенциала них песни есть но они наверняка x 1 от на улице экстрасенсы они же обязаны блять ну свои услуги где-то рекламируешь а по-моему бабушек наебывать порчи им блять снимать за 300 тысяч рублей конечно они будут всеми способами пытаться это сделать вот это становится клиентов привлекать когда некоторые люди о которых вы даже подумать не могли что вообще они каким-то образом там причастны к эзотерике вдруг проявляют к этому интерес и более того не только ну например скажешь кто вот у кого успехи такие что прям ебать мы его все знаем кого-нибудь филипп киркоров и он блять взглядом стакана лопает да вот очень такое блять расскажи бы тогда бы я сам себе пошел нахуй ну когда показали бы это филипп киркоров может колдовать на кухне вот и вот и скажите после этого что я не экстрасенс бляшу я тайминги такие ловлю блять игры я просто знаю чем они говорить буду раз говорил по моему что у него отец вообще со способностями вот много звезд и все ребят блять вот теперь я экстрасенс блять послушай дяди мэрфи там разъем попозже попозже помощью но скорее всего даже именно не за помощью а за вот этим самым развитие потенциалом да раскрытие потенциалом говоря потенциале это жалко что у меня есть такая особенность я к этому никаких силах даже не прилагаю но в жизни все кто меня обижают получают условных людей вот я не знаю кольца фортуны вот от кого-нибудь да блять ну в жизнь для хуена блять вот кто меня обижает ему в жизни рано или поздно типа да будет хуёвая буду типа будет плохо в жизни блять наступит темная полоса так скажем да что он не пишет про дядя мерфи похуй мне давайте потом это блин бля вы меня смысле сбили взгляну ну типа ты меня обижаешь но когда-нибудь тебе будет плохо потому что я экстрасенс блять понятно взаимно прям секундочку можно я тебя перебью от почему мне так легко руку дала сейчас блять какой вы только познакомились мы только познакомились ой бля строит из себя все частичку энергии свои потеряла женщины возьмите на заметку не давайте так легко руку мужчинам ты понимаешь это сейчас все считал ну ну давай рассказывать я не буду это говорит миша бля какой это в чисто бля я не знаю это просто детсад нахуй это просто диалоги в детском садике блять нахуй просто вот сидит мальчик блять которого дефицит внимания просто пиздит остальным который да ну нахуй это типа я недавно купил игру про бейсбол а там как в gta можно играть и в дом свой посмотрите все таки да ну нахуй да 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 я прям приехал на свою улицу поднялся и себе прям в в окно посмотрел и там я за компьютером сидел в это время представляющийся таки да ну вот примерно уровень да просто бред ебаный еще раз но я тебе могу сказать что вот так вот давай руку я тебе не скажу что я считал но я считал блин ты фактически берешь и даешь карт-бланш на себя любому человеку любой тактильный контакт любой тактильный контакт он открывает человека если на тебе нету никакого защитного амулета на данный момент какой она те тоже нету они усари что-то висит лану я верю в свою энергетику мне кажется мне не так легко прошивить если бы так было лишь хорошо если мы были обычные люди наверное да просто я знаете что думаю нет все говорят там и родственники и друзья что вот а вот это нельзя показывать про это нельзя говорить если я хотя бы на секунду это приметы называется в возможность поверить что что-то такое сглазки что не такое существует не потому что я вот так да 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 проекция на своей битвы правильно только только что твой друг бля вот только что сука долбоебина 30 секунд назад твой друг сказал что похуй все равно это все считывается бля и твоя энергетика здесь нахуй никому не уперлась все равно еще читай и ты блять через 30 секунд она горит у меня энергетика не генерины лежит ну ладно да вот это правильно молодец молодец что-то не считает к слову о проклятиях да что любое проклятие вы хотя бы сговоритесь нах брат блядь это братья блядь пиздец нахуй вы сговоритесь хотя бы блядь по поводу того какая у вас магия вообще в чем она заключается блядь нахуй она существует ровно до тех пор пока человек в него верят а все вот вообще это магнит но плохое всегда притягивается быстрее к нему потому что если его брат ебать он тоже в линзах не сомнения и когда человек испытывает страх или сомневается он уязвим поэтому к нему это все поэтому я иногда спокойно даю руку что я знаю что водят его не будет не подкидывайся на это нет но мы-то тебя любим для морда такая умная у этого слева просто ну козлина бля просто такой типа просто бесит очень секрет открою на твоей передаче что вот как манипулировать мужчиной друзья мои как блядь это то ли чем мы собрались и наоборот в том числе до мужчина точно также может манипулировать женщин если я дарю тебе в подарок какой-либо предмет материи который можно завязать в узел или закрыть замок и ты возьмешь у меня его из рук в руки просто в бредном просто ходу приду вот реально вот как понять что человек пиздит он говорит по одному слову нужно думать я возьму предмет и ты придумывает нахуй просто предложение быстро не говорит то что такое бля-бля-бля-бля что придумаешь на самом деле неважно какой рукой и какой предмет тоже неважно да и узел какой точно в идеале прям чтобы было что совсем с вишенкой на торте чтобы мне еще левой рукой это сделал левую руку подарить мужчине такое что можно да подарим же это чистая шиза рандомайзер да да это ебаный рандомайзер не веревку конечно шар галстук ремень браслет дарила высшему дачу как раз браслет и они закрываются и как как а сама сама дело или левой левого надела или отдела точно точно или ты ушла я ушла ну все вот она видишь вот и все вот так родной кино да да просто шизики ёбаный были вы нездоровые бля это такое происходит человек неосознанно не может другому сказать нет и всегда испытывает перед ним чувство вины какой бы конфликт не произошел какая-то сказал кого ответ были не произошла он будет всегда испытывать какое-то вот чувствовать такой вот неловкости какой-то вот ну что-то не так что-то не так а на самом деле этот человек просто за торгся в его биополе говоря о поле конечно же людей интересует подобный вопрос а у вас может другая какая-нибудь женщина вопросы позадавать бля почему одна и та же задает пожалуйста сколько стоит личная встреча с вами хотя бы что осуждаю что я скажу кого ответ дурачков ответ я имел виду хороший вопрос сразу видно что не платили эти два долбоеба деньги да сразу видно что они не платили этого блять ну что они не платили за это шоу и чтобы вопросы а их типа консультации ну пойдет пойдет мне ощущение что мы сейчас как службе экскорт полный люкс или как полный люкс тогда без тебя на сколько примерно на самом деле мы редко берем деньги за прием и это делает наш менеджер проблема человека иногда человек ну потому что может левой рукой дать деньги блять и все 1000 приворот сработал на него смотришь и сердце разрывается это не можешь ему не помочь для такие пиздоболы блять очень много людей которые также оставляют отзывы также приходит к нам мастерскую являются нашими фанатами последствий хорошо в каком случае бесплатно вот каком платно интересно вы бы сейчас сказали вот за это вот за это за это за это да приворот отворот блять поснять порчу бесплатно но вот такие-то 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 моменты мы берем деньги блять просто чтобы я знал чтобы для просто дальше у кого цена образования блять я не могу быть просто постоянно хочет их обзывать жестко блять смотри я тебя просто я не могу блять скажу бывает такое что человек главное сейчас просто осужденку не сказать просто молю бога твича блять здесь он существует блять положил жестко сейчас прозвучит но это происходит я бы сейчас сказал от моих уст знаешь как бы сейчас жестко прозвучало если мне воля была если мы хотя бы на вк стримили блять то там бы тоже охуели чтобы еще про вас сказал блять три фотографии детей своих которые умерли с интервалом в один год и она сидит с пустым взглядом на тебя смотрит ты видишь как у нее изрезаны руки и ей надо помочь ты не можешь говорить ни о каких деньгах ты даже не думаешь об этом или приходит какая-нибудь фифа которая села и сказал все короче ребята если у вас какие-то тяжелые жизненные ситуации да вы можете к ним идти и они не попросят денег ворожба все-все-все у бабушек получается бабушек капусту не стригу это реально вообще сделать так чтобы человек в тебя влюбился реально но в этом нет смысла потому что это будет не настоящая любовь это суррогат искусственно вот так смысл какой он тебе привяжется но это может перерасти какую-то безумную манию бляда не просто вы видите вы слушаете эту хуйню вот просто слышите как у них речь поставлена бля они фифа да так пришла фифа к нему не просто вот он ну когда они рассказывают что-то они прям на ходу придумывают вот они с такой задержкой вот прям выдумывают нахуй любовь когда за тобой будут сталкерить там для вот интересно у них есть какие-то заготовлены или не прям знаете ну они походу за эти просто на ходу выдумывает и друг друга подъебываю поездов к этим уже человек будет не нужен ты будешь тебя будет душить этой своей мнимой любовью люди не понимают этого когда обращение такими вопросами что душить душить ну типа он от удушения умрет или что грязь и жесткий приворот он импровизаторы да как убийство потому что мы вырываем если этого слова человека из его линии жизни до из его ветки судьбы и связываем с другим человеком превражал это насилие происходит над природой 5-6 лет маз после этого он уходит человек умрет любом случае так что если девушки юноши если вы делаете вот и настоящие привороты просто знаете сделав настоящий приворот вы уберете своего любимого для лицо умные умные да я не могу просто блять плюнуть хочется в эту морду ебучую бля умные умные ебало строит такой бля как будто сука в мгу лекцию дает ну вы знаете как вам сказать когда так еще глазки да вот прям вот что что вот пиздят они долго медленно не уверены но вот когда он вот блять начинает хуйню какой-то нести бля он сразу начинают эти глазки отработаны вот эти взгляды типа умный как будто блять пистец кого-то умные мысли мерзкая пиздец прямо сука хочется ему блять просто и слушать блять но вы понимаете что будет дальше ну если бы мы были в видеоигре конечно в жизни бы но такого делать я бы не стал это сто процентов в видеоигре какого-нибудь с удовольствием не беру такое александр я с такой работы чё-чё-чё-чё вы бы взяли такую работу не беру такое александр я с такой работы то есть вы делаете перевороты но объясняя людям что чем во первых сначала я говорю все что произойдет с человеком а после этого я смотрю уже умирает вот подожди ты сказал что человек но приворот случается до 56 лет он уходит но потом он умирает умирает он прям сказал умирает типа то есть ты короче либо ты когда берешь деньги за такие услуги ты либо как вот бля как в документалке ты либо мошенник и берешь деньги за услуги которые ты ну не можешь сделать либо что одна статья определенная либо ты убийца ебаный блять что другая статья блять разве нет нахуй и вот в этот момент блять посадите этого долбоеба блять с этими линзами желательно вот это за скриньте и когда он в тюрьму сядет маляву на зону отправьте авторитету который в камере будет сидеть что он в линзы ходил нахуй чтобы ну есть тоже чтобы немножко прописка легче прошла для него блять доля моей совести но тем не менее я беру за это ответственность ответственность берет блять за убийство нахуй блять я в этот момент делаю выбор и понимаю что это за человек я делаю выбор блин кажется ли что это такой некий смертный приговор если ему остается 6 лет ну звучит это так нет это не смертный приговор я стараюсь убедить человека показать ему но если надо я убью блять по произойдет блять чё за хуйня человек сидит в убийстве признается блять дальше не просто рассказать а показать он берет деньги за убийство блять какие-то блять на на экстрасенсорном блять уровне нахуй игры либо он мошенник что берет деньги блять за услуги которые не выполняет либо он сейчас сидит и признается в убийстве блять разве нет если мы такие все верующие блять в эту хуйню блять вы чё ебанутые все конченые блять что я смотрю блять много таких уйна роднулькина блять что я сейчас смотрю блять а почему зачем кому-то такая любовь это очень молодая душа я хотела это верю так это очень молодая энергия которая пришла в этот мир нельзя сказать вот просто там обвинять это тварь она ты посмотри вот она такие вещи делал кто она блять душа блять на блять кто она блять это очень молодая энергия которая энергия в этот мир нельзя сказать вот просто там обвинять ее тварь она энергию тварь энергия блять тварь она такие вещи делает. Кто, блядь, энергия делает такие вещи? Она не понимает, что она делает. Кто, блядь, энергия, блядь, душа? Причем от всего сердца не понимает. Громче, блядь, ребята, так выкручено, нахуй, звук говно просто, блядь. Какая бы она ни была. Блядь, ну ебло, блядь, ну ебло нет, что, блядь, что он несет, нахуй? Что несет этот, блядь, особо, блядь, духовно одаренный, блядь. Хуй себя как назвать. Согласна, потому что я иначе не могу объяснить себе поступки некоторых людей вообще. И когда я делала себе всевозможные расклады, натальные карты, что еще, у меня, кстати, тоже говорили, что у меня такая довольно старая душа, но не тело. И у меня, кстати, в жизни... Дань, ты тупишь. А, все ясно, да, здесь? То есть тебе все понятно, да? Все, понял, понял. Сразу вопрос. Мне сказали фразу такую, она так звучит, что... Ребят, так я туплю, блядь, все понятно же здесь, блядь, расклады, не расклады, блядь, душа вылетела. Говорит, Дань, вот в чате мне пишет, что тебе непонятно-то, блядь? Душа вылетает, ты ее выбиваешь из ее обычной, блядь, жизни нахуй, из человека душу выбиваешь и связываешь его с другой душой, чтобы из его жизненного пути, блядь. Что тебе, говорит, непонятно здесь? Он сидит, блядь, еблан, блядь. Перестань думать, что все... Энергия, блядь, энергия... Понимаю. Потому что ты знаешь и понимаешь... Ты послушай внимательно. Я слышу двух долбоебов, которые хуйню несут без остановки. Вот я слушаю, блядь. Ты, может быть, просто чуть постарше человека, собеседника и так далее. Проблема нашего мира в том, что каждый думает, что он не... Ну, она, походу, реально верит, блядь. Это реально пиздец, блядь. Бред. Что она особенная. Вот она реально не понимает, что ей впаривают хуйню, что они противоречат друг другу, сидят, блядь. Это бред, ебаный. Она реально не вкуривает, блядь. Почему же? Вот в этом и заключается. Ну, ей ладно, ее обзывать больше не буду. Сделаем скидку на то, что она просто, ну... Ну, очень ведомый человек. Ладно, окей. Ну, может быть. Хотя я, блядь, я процентов на, ну, не знаю, на 70-80 уверен, что ей заплатили просто денег. Ну, очевидно, блядь. Твоя сила, моя сила. Чувствуешь ты себя особенно? Значит, ты особенная. Кстати, вот Матвей, менеджер, да, и хороший друг. Он очень хотел тебе привет передать. Да, Матвей, спасибо большое вам. Он прям, он прям, да, очень. Он прям, тебе бы зашел 100%. Мне 33 года, мальчики, мне заходят уже. Главное, чтобы все забыли на них. Ты замужем, блядь, женщины. Ну, вот какая-то ровная походка такая. И работа желательно. Все принял. Матвей, колми. Ну что? Кол тебе? Колми. Хотел кол тебе передать. У вас кол с собой есть? Конечно. А мне можно брать? Это не будет какая-нибудь там сейчас? Что я? Вот, видишь, какая ты грамотная теперь стала. Да. Ой, правда? Стой, 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 стой. Ты на стол положишься. Я не могу, это просто прикол, блядь. Они просто, ну, угорают, короче. Я не могу. Короче, я не могу осознать того момента, что это на полном серьезе, понимаете? Это выглядит как это выглядит как наш разговор с Куличом в начале, помните, когда я пародию сделал на чат на вылет, помните? Ты ебался, ты вот. Вот, помните, где мы просто без остановки, без сценария хуй не унесли? Мне ощущение, что я смотрю абсолютно такую же сцену, блядь. Они еще в конце предложения иногда гасятся, вот прям виды же они прям он говорит какой-то бред и прям крупняк берется и такой ну прям видно, они прям угорают, блядь. Посмотрите. Я не могу поверить, я не могу осознать, что это реально на полном серьезе происходит, что они реально так разговаривают. Что ты? Стой, стой, стой. Тихо, тихо, тихо. Положай аккуратно. Пока. Аккуратно, кол, положай. С руки не бери. Тихо, тихо, тихо. Это же прям реально смешно, блядь, по 30 лет людям. Это для твоей студии волшебно. Осиновый. Здесь есть веревочка. То есть, получается, что я тебе повязана? Да, он ей подарил веревочку, которую можно в узел завязать, блядь. Смотри. Ну, я хуй знает, блядь. Хуй знает, блядь. Это еблан, ты тупой еблан, блядь. Блядь, он только что сидел впаривал... Блядь, не могу мне... Он сидел впаривал, что можно вот так вот чуть ли не человека убить, я могу это делать, я этим занимаюсь, я за это деньги беру. Дает и веревка, она говорит, ну чё, я типа... А это же тоже завязать можно. Я не могу, у меня слов нету, нахуй. Низу руку рубит. Олег, слава богу, кто выжал. Левой рукой, он сказал особенно левой рукой. Он сказал не просто, он сказал особенно, если левой рукой. То есть, как бы и так, и так работаем, так по действию, типа, с левой рукой. Ну что, ой, это прям подарок? Конечно. Это остается... Это здесь... Для тебя вообще прям отдельный есть подарок. Мы с Олегом там много подарков принесли. Деревяшку подарили с веревкой, блядь. Подарок мой. Господи, как я люблю тебя. Малышка, это только тебе вот эта деревяшка, блядь, с этой веревкой, бечевкой, блядь, с рынка за 8 рублей. Малышка, это тебе, блядь. Программа. Кол, блядь. Блядь, чуть не оглох сейчас. А мы двигаемся дальше. Внимание, на экран. Александр Олег. Он хоть один, хоть новый человек. А вы предупредите о чем-то серьезном, если человек об этом вас не просит. Такая развилка, знаете, когда вы, допустим, есть у вас новая лучшая подружка. Зовут Веррида Галича. Знаете, вы видите, что вписывается... Мы уже доказывали и не раз, что мы это делаем. Такая деревяшка у них 5 или 7 тысяч стоит. Ебать. В процессе прям предупреждаем. У нас это неосознанно получается. Это сколько людей он убивать собрался, блядь. Это же серийный маньяк, вон слева сидит, блядь. Он занимается, он говорит, я сам занимаюсь этой хуйнё, через 6 лет люди умирают, если, ну, дать им что-то там, блядь, свёрток, блядь. Что, если можешь завязать? И всем продаёт эту хуйню, блядь. Мы будем находиться в трансе волей-неволей. Чё, гавка? Что? Вписывай. У нас это неосознанно получается. Если мы будем находиться в трансе волей-неволей. Подожди, я сейчас... В процессе прям предупреждаю. Мы уже доказывали и не раз, что мы это делаем в процессе, прям предупреждаем. У нас это неосознанно получается. Если мы будем находиться в трансе волей-неволей, мы скажем об этом. Либо скажут кто-то с той стороны. В тебе сокамерник будет находиться года через два, блядь, через годик, нахуй. Я гарантирую. Даже скорее, вот, правильнее так, как он сказал. То есть, если вы видите, что человек идёт не туда, это никак не зависит от вас, вы так или иначе его предупредите? Конечно, конечно. Конюшню, блядь. А если вы знаете, что девушке или мужчине будет больно, именно от этого? Ему точно будет больно, когда вот, ну... Будут счастлива. Когда с сокамерниками знакомиться будет, блядь. Ну смотри, предупреждён, значит, вооружён. Но есть ещё такой момент, что будущее, оно всегда меняется. Невозможно увидеть будущее вот конкретное. Все, кто говорит, что это возможно, это бред. Это полная чушь. Потому что будущее, оно многовариантное. И вариантов этих миллиард. И всё зависит от человека. Пойдёшь ты направо, налево, прямо. То есть мы сами формируем, да? Есть картические. Но это по этой логике, тогда и ваши привороты не работают. Ну вот как ты можешь быть, ну... Вот к тебе приходит девушка, говорит, я хочу вот приворот на парня заказать. Ты ему даёшь эту верёвку или что там, чтобы ремень, не ремень, блядь. И как ты можешь угадать будущее, что она его точно приворожит, блядь? Реально логика, блядь. Логично же, блядь? Вдруг она туда-не туда, как ты сейчас сам сказал, туда-не туда пойдёт, блядь. Не так пойдёт, всё, всё не приворожило, блядь. Но ты говорил, что ты стопроцентно это делаешь, блядь. У каждого человека, там, 10-15 их на протяжении жизни. И получается вообще любой, что вы нахуй угадываете, не угадываете, ну вот типа вот предсказываете, блядь, это же может всё, что угодно не сбыться. Каждый человек, попадая в них, они у всех сугубо индивидуальные, ну что-то с ним происходит там. Люди называют это как чёрная-белая полоса. А вот всё, что между ними, ты можешь делать как хочешь. Ну какие-то кармические... Ты художник своей вселенной. Между ними, блядь. Хорошо, что такое вопрос тогда мальчика у меня. Знакомитесь с девушкой. И вы же сразу, ну там, потрогая её за руку, считываете, понимаете, как вообще построить отношения, имея такой дар. Это реально? Реально. Очень даже. Свой опыт хочешь скажу? Да. У меня все девушки попадались со способностями. И тут как ни крути, знаешь... Такие же, как он. Вы оба другого. Просто так не подойдёшь. Чё у меня с чатом? Перестаньте ты хуйней заниматься, блядь. А у тебя? А что у меня? Получается вы строите отношения? Получается. Прекрасно получается. Но просто иногда... Ага. Закрываешь на что-то глаза. Вот у меня был опыт отношений, когда я знал изначально, что они не переведут ни к чему большему. А вдруг, если что-то изменится? Ты же сам сказал... Блядь, ты только что говорил, что будущее непредсказуемо. Нельзя точно узнать, блядь. Нельзя точно узнать, блядь, значит, будущее, блядь. Кто говорит, что стопроцентно угадывает, тот, ну, врёт. А ты вот когда с девушкой... Да-да-да, я вот узнавал, что у нас ничего не получится. Еблан, блядь, ты конченый. Всё равно... Ты долбоёб, блядь. Растворялся, да. Ну, а не жалкая девушка? Блядь, я не могу. Это просто два еблана сидят. Я просто... Биологическое самое лучшее время тратить возраст 25 лет. Он даже мне говорил, я знаю, что скоро это всё закончится. Даже тебе, блядь? А как он может знать, что это скоро всё закончится, если будущее непредсказуемое? Ну, хочу продлить. Хотелось изменить это. Хотелось это поменять. Но потом появляются розовые очки, и ты забываешь об очень важной вещи прислушиваться к себе всегда. Вот так, ребят. Вот и думайте. Ну да, сами на свои же грабли. То есть всегда при знакомстве вы понимаете, насколько это по времени. Вот эта барышня в моей жизни на три года. А это... Нет такого... Нет, зачем? Ничего. Это не работает как постоянный сканер. Захочешь посмотреть? А, не работает так. Девушка-то привлекает загадки свои. Ты можешь, скажешь, как работает. Вот ты говоришь, это не так работает. Это не так... А ты скажи, как работает. Вот я буду сидеть и сканировать каждые две минуты. В чем тогда интерес? Интерес пропадает. Ну, нежели не зарабатывает сразу прочитать и следовать? Нет, если есть какая-то там, да, опасность в этих отношениях или что-то может пойти серьезно не туда, тогда да, ты можешь как бы так... Стоп. Класс. Спасибо. Бля, очень хорошо. Ну, что-то если не так, то понятно. Реально бы прочитали. Кого? Друг друга вот так легко. Друг друга в смысле? Если я чувствую, от человека вот от него идет, у меня возникают какие-то внутренние... Ну, ты скажешь, что ты прочитал девушку? Бля, я не могу. Они просто бред. Они просто друг друга подъебывают в пиздеже. Это сложно смотреть, блядь. А то, о чем она не узнает? Бля, вот как я устроил этот ответ? Он хуй пойми, о чем ответил. Бля, я не могу. Мне бизнес смешит. Ладно, все. Я перешел стадию злости, блядь. Но это не любовь, слушайте. Любовь может... А ты так сделала? Ну, это молодой человек. Ты бы так сделала? Если бы у меня был дар, считывай. Бля, у меня еще и младше, блядь. А то, что я смотрю на картах Тара, парня, просто... Они еще там помогают связаться с мертвыми родственниками. Понятно. В том же шоу, где они участвовали, была женщина, дочь которого убили. И эти два кентика связались с ней, говорили словами девочки через свое тело. Ох, бля... Сука, нелюди ебаные, блядь. Знаете, что я так делаю? Считается. Знаете, что я так делаю? Вы тельцы? Вы оброгатые, походу. Блядь, две люди. Я сейчас парня в лифте видела. Можно раскладик, пожалуйста? Все понятно. Да нет, на самом деле нет. Вы знаете, что когда у меня были прошлые такие длительные отношения, я, кстати, с подругой, мы прямо договорились, что мы не будем его смотреть. Ну, так интереснее? Да, ну, конечно, конечно, так интереснее, потому что ты все знаешь, как будет уже и зачем это все. И, может быть, еще проблема в том, что где-то ты начинаешь свое будущее формировать под то, что тебе сказали. Это другая страна. И это самое страшное. Блядь, мне пиздец плавит с их разговором. Но здесь надо немножко, ну, мне лично успокоиться. Я говорю, у меня лично, ну, у меня, слава богу, я говорю, из родственников никто не наебался об таких, ну, мразей, короче. Но я говорю, мне просто, вот, не знаю, у меня к ним такое, блядь, такая ненависть лютая, короче. Вот честно говорю, блядь. Надо немножко успокоиться и просто воспринимать это как бред ебаный, ну, как-то парафлея, блядь, относиться к этому я не могу. Я говорю, у меня горит иногда, блядь. Довольно спокойный у нас сейчас идет диалог. Такая, любовный треугольник существует себе очень даже хорошо. Но так бывает не всегда. Вопрос в эту тему, пожалуйста. Александр и Олег. Да ты заебал одна и та же, блядь. Это твои подруги просто, да? У вас конкуренция между собой с детства или только с битвой экстрасенсов? Все началось тогда, когда я его уронил первый раз головкой вниз. Вот на самом деле, я сейчас отвечу. Ну, я думаю, откуда экстрасенсы, способности появились-то у него, блядь. Это вопрос. Давайте, Олег. Вот показатель того, что он сейчас говорит. Вот у него, возможно, была конкуренция, какая-то ревность. Сейчас будет рофл, пишет. Опа. Я младший в семье. Это значит, что... Я же поудобнее сел. Все внимание было мне. Возможно, вот у него что-то было. Но он для меня с детства был пример, эталон вообще. Я на него всегда смотрел с открытым ртом. Мне всегда хотелось быть с ним рядом. Каким же долбоебом быть? Ему приходят друзья, он куда-то уходит. Я всегда помню, как однажды со слезами на глазах я просил отпустить меня с ним, с его друзьями. Они ехали куда-то в клуб. И он, несмотря на то, что родители запретили, отец... А ты в будущее не мог посмотреть, поедешь ты в клуб или нет? Запретил вообще ехать с ним, он меня все равно взял. И это было вообще просто для меня восторг. То есть он был примером? У вас пять детей в семье? Он был раньше самым младшим. А-а-а. Потом у нас астральный цикл полностью. Чего, блядь? У вас пять детей в семье? А, пять детей. Он был раньше самым младшим. А-а-а. Я думал, типа, я просто подумал, что он сказал, он меня, типа, младше. Я думаю, что я еще услышал? У нас астральный цикл полностью мы соблюдаем. И... Ага, год тигра, я год тигра. Из всех детей только мы два медиума. Да, кстати. Странно, как-то так, блядь, интересно. Вот поэтому... Вот какое-то совпадение такое, блядь, странное. Есть вот эта... Только в угле. Ментальная связь, что мы приперлись одинаково. Да, кстати, мы не сговаривались. По цветам. Да, правда. Тогда почему вы ругаетесь? Это шоу? В смысле, шоу? Цапаетесь. На проекте, что ли? Да, на проекте. Так мы особо не цапались, там, только вот в последнем испытании, потому что у нас разошлись взгляды, это другое, да. Когда мы работали, это абсолютно другое. Это рабочий момент. Да, это нечто... То есть в жизни вы не грызетесь? Это никак не влияет на... В жизни мы грыземся еще хуже. По другим причинам. Бля, не могу просто. Ну, например. Ну, ладно, я вот сейчас жду. Вот мне в чате написали, что сейчас будет рофл. Я жду этого рофла и скипаю. Мне просто невозможно эту хуйню смотреть на этих двух, ну, морозей, короче. Что даетесь? Тяжело. У нас разные вкусы. Расскажите. Слава богу, у нас разный вкус. Ну, я вам как не покажу какую-нибудь девочку, он смотрит. Ну, ладно. А какие вообще вам нравятся девушки? А мы... Ему ее люблю. Ну, вот вам, вот тебе, Олег. Я вообще люблю блонтинок, но сейчас на тебя смотрю, передумал. Расскально. На самом деле, это все второстепенно. Там цвет волос, цвет глаз. Главное, чтобы человек был искренний, открытый и честный самим собой. Как вы, блядь? Что цепляет, это внутренний огонь, вот это вот внутреннее... Сейчас, сейчас пишет. Да, чувствуешь. Причем, неважно, человек может выглядеть, допустим, ну, невзрачно, да, там, без косметики, там, какого-нибудь, ну, серенькая такая мышка, например, да, назовем так. Но у нее есть внутренняя энергия, есть любовь к себе, есть гармония разума с сердцем, и это чувствуется, это всегда привлекает. Такая важная цепанет. Да, цепанет. Вот многие, да, думают, вот что мужчину привлекает в женщине. Первые начинают говорить, там, глаза, грудь, там, попа, что-то еще. Ну, тело, вот это вот оболочка. На самом деле, многие даже этого не осознают, всегда цепляет именно вот эта внутренняя энергия, этот внутренний огонь. Им надо было идти работать с акушером. Ну, я вам переведу. Ну, короче, внешка не особо важна, вот внутренний мир важнее. Все, ребята, это можно не подвязывать каким-то, блядь, энергетическим, блядь. Идеальный акушер. Надо было в комедии. Олег, а ты сейчас в отношениях, скажи? Нет, сейчас я не в отношениях. Милые барышни, пишем в комментариях свой город, какой у вас внутренний огонь. Пишите, что он долбоев в комментариях, блядь. И номер телефона. Я не в отношениях. Хотя нет, ребят, не приветствую буллинг, не пишите. Не значит, что мое сердце свободно. Может, и нет. Нельзя. А может, и да. Ой, иначе лицо как-то не танкнул. Александр, что по вам? Раньше нравились рыжие. Пишите. Естественно, ведь... Здесь кашля, не могу. Зеленые глаза, рыжие длинные волосы. На самом деле, я не смотрю на цвет волос девушки. Меня привлекает нечто большее. Я хочу, чтобы мне с ней было интересно, в первую очередь, чтобы она создавала для меня эту интригу. Когда женщину легко считать. Понять. Я не могу. Все, может, скипнем, а, ребят? Но это тяжело смотреть на этих долбоебов. Я не буду говорить, чтобы не делать никакой рекламы, но какой магазин, интернет-магазин начал продавать нижнее белье женское с лицом Олега. Мне надо! Все в пизду, блядь. Ну, это позорище, короче. Блядь, это реально дохуича просмотр. Ну-ка, в комментах, блядь. В комментах все такие, ебать, какой он крутой, блядь. Ну, реально, я сейчас читаю. Очень круто, очень молодцы. Ой, какие же они... Ой, вот... Александр вот классный. А, нет, блядь, жесть. Долбоебов на свете полно, конечно. Хотя, вот тоже людей в этом случае нельзя долбоебовым называть, которые в это верят, потому что реально есть такая, ну, да, психологическая уловка, да. Есть люди, которые, они настолько ведомые, что они не могут ничего с собой сделать, блядь. Тут тоже, блядь, конечно, людей, которые в это верят, ну, долбоебовыми совсем называют. А поэтому и Декалич, блядь, немножко скидку сделала на обзывательство, потому что... Хотя я не верю. Вот реально, что-то во мне подсказывает, что это больше она за деньги делает, короче. Вот. Ну, блядь... Ну, люди ведомые, короче, есть такие, которые не могут ничего с этим сделать, блядь. Поэтому жалко их, блядь, больше.